На сегодняшний день я возглавляю центр подготовки и издачи экзамена в формате ОСКИ. И я работаю в студии кафедры акушерства и гинекологии номер один. В 2019 году Министерство здравоохранения издало приказ о том, что должна быть изменена форма аттестации выпускников вузов, единый державный клиничный испыт. И на основании этого приказа с 2019 года в нашем университете изменена форма экзаменов выпускных. И с этого года еще и внедрена эта же форма для студентов третьего курса, которые тоже проходят министерский контроль, проходят лицензионные экзамены. Это новый для нашей страны экзамен, который называется ОСКИ или объективный структурированный клинический экзамен. Во всем мире он, в большинстве университетов и в развитых странах, он проходит уже около 25 лет. Для нас это новшество. Наш университет один из лучших в стране. Экзамен на сегодняшний день в таком формате стал возможен, конечно, только благодаря энтузиазму, активности и невероятным усилиям Валерия Николаевича, который смог всех убедить в том, насколько это хорошо, правильно, который смог обеспечить этот экзамен материально, найти средства. И без него, я думаю, это бы не состоялось. Экзамен построен в виде медицинского квеста, напоминает игру. На экзамене ОСКИ студент должен ответить на 12 вопросов. Каждый вопрос представлен в отдельной комнате или кабинете. Каждая комната имитирует ту или иную клиническую ситуацию. Это может быть реанимационная палата, это может быть кабинет врача общей практики в поликлинике, кабинет акушера-гинеколога, родильный зал, детская реанимация, просто палата в больнице. Либо это может быть просто так называемая письменная станция, где студент, сидя за столом, отвечает на вопросы, заполняя определенный бланк. Экзамен проходит в течение полутора часов и в течение этого времени студенты сдают экзамен по пяти или шести дисциплинам. Было очень много нюансов при внедрении этого экзамена, мы долго обсуждали, что должно быть, как должно быть, хороший экзамен, плохой экзамен. До того, как он начался, было очень много противников его. Но на сегодняшний день и преподаватели, и студенты поняли, насколько это лучше старой системы, потому что экзамен выявил очень много скрытых недостатков в нашем образовании, даже целые провалы. И понятно, чему мы теперь должны научить студента. Благодаря этому экзамену выявляются и для студента скрытые стороны профессии. Когда он остается один на один, например, со стандартизованным пациентом, это актер, который изображает пациента, причем даже опытный врач иногда не может лечить, это актер или это действительно больной человек. Так вот, когда студент остается один на один с таким пациентом, то он понимает, где он чего не доучил, что нужно восполнить в своих знаниях. Либо он понимает, что он уже готов к практике и дальше смело приступит к своей профессии. Также этот экзамен имеет еще одну очень важную составляющую. При этом экзамене полностью встречена коррупционная составляющая. Невозможно договориться, потому что студенты все на экзамене идут не со своими именами, а под специальными шифрами, которые присваиваются непосредственно перед началом экзамена. Преподаватели не знают ни фамилии студента, ни когда студент будет сдавать, так же, как и студенты не знают, а кто из преподавателей будет принимать на какой станции экзамен. И это очень большой шаг вперед. И можно сказать, что с помощью этих экзаменов мы практически побороли коррупцию в университете, которая периодически все-таки где-то как-то встречалась. Только в нашем ВУЗе на экзамен ОСКИ вынесены все дисциплины, которые должны сдать студенты, оканчивая университет. На сегодняшний день мы в этом отношении передовики делимся опытом на конференциях, на съездах с другими университетами. Они перенимают наш опыт. Не все понимают, как нам это удалось, но нам это удалось и достаточно эффективно. Идея экзамена в таком формате принадлежит Валерию Николаевичу Запорожану. И свое предложение он озвучил на ученом совете, где практически единогласно была утверждена именно эта форма экзамена и вынесение всех дисциплин на этот экзамен. Когда мы только начали говорить о том, как мы это проводим, кто-то отнесся с недоверием, не поверил, да, и решил, что мы рассказываем больше, чем есть на самом деле. Кто-то до сих пор не понял, что происходит. В этом случае в этом году для того, чтобы улучшить квалификацию преподавателей, участвующих в подготовке экзамена, мы в течение трех месяцев проводили курсы подготовки. К нам приезжала профессор Могилевкина из Киева, которая на сегодняшний день главный специалист по именно такой форме экзамена ОСКИ в нашей стране. Она аккредитованный эксперт всех сообществ по ОСКИ, канадского, американского, европейского, она представляет в нашей стране. Она показывала, какие есть варианты станции. И когда она увидела наш экзамен, то ее это очень воодушевило, и она подтвердила, что действительно в такой форме еще ни у кого нет, и действительно мы молодцы и на правильном пути. Даже в мире далеко не все вузы это сделали. Экзамен ОСКИ, который недавно был введен в нашем университете, это очень хороший шаг не только для нашего вуза, но и в принципе для системы образования, потому что сам экзамен, он очень хорошо оснащен компьютерно и симуляционными оборудованиями различными. И он позволяет демонстрировать объективные ситуации, которые могут происходить с студентами, которые в будущем будут врачами. Поэтому в целом я могу сказать, что я очень положительно к нему отношусь. Я сам его сдавал, мне очень понравилось. Честно, хотелось бы, чтобы он развивался и дальше. И когда мы внедрили этот экзамен, вот теперь мы понимаем, что мы образование будем ориентировать на то, чего хочет студент, а не то, чему мы хотим его научить. Это совершенно другой подход, он более эффективен. Такие знания лучше усваиваются студентами. Мы получим врачей совершенно другой генерации, совершенно другого уровня, более высокой квалификации, которые умеют самообразовываться еще плюс ко всему. В течение экзамена мы проводим социологический опрос, мы проводим психологическое тестирование. И мы видим, причем мы это делаем дважды, мы это делаем до пробного экзамена и после, вот в прошлом году уже после основного экзамена. Мы смотрим, как меняется мировоззрение студентов до и после. И мы точно можем прогнозировать, что они совершенно другими глазами будут смотреть в принципе на образовательный процесс теперь. Несмотря на то, что в прошлом году это были уже шестикурсники, которые выпустились, у них впереди интернатура. И в интернатуре это образование уже для них будет по-другому. Я думаю, что в ближайшие лет 7-8, благодаря такой форме экзамена, мы перестроим мышление преподавателей, мы перестроим мышление студентов, начиная уже с первого курса. И вот тогда они достигнут того уровня, который на сегодняшний день в мире считается наивысшим. Мы сможем конкурировать на всех рынках труда. Мне понравилась подготовка, мне понравилась организация. Это действительно погружает нас в настоящую жизнь врача. Ситуации, которые нам предстоит пережить в недалеком будущем. Это удобно, это полезно. И хотелось бы почаще участвовать в пробных ОСКОХ и иметь такой опыт куда чаще. Для иностранных студентов, у которых обучение идет на английском языке, и экзамен проходит тоже на английском языке. На экзамене они получают те компетенции, которые раньше мы не могли предоставить в таком объеме. Это в первую очередь общение с пациентами. К сожалению, англоязычных пациентов в наших больницах настолько мало, что обеспечить 400-500 иностранных студентов возможностью с ними пообщаться мы просто не могли физически. Сегодня за счет того, что мы привлекаем англоязычных актеров, частично роль пациентов играют наши интерны англоязычные. Каждый из иностранных студентов имеет возможность не только на экзамене пообщаться, но те, кто хочет, они приходят к нам, и мы обеспечиваем им возможность в рамках кружка, в рамках дискуссионного клуба пообщаться с пациентами англоязычными и попасть уже в реальную врачебную ситуацию, которая очень скоро пригодится им в их странах. К 120-летию университета можем похвастаться тем, что мы первые в Украине на третьем курсе внедрили этот экзамен по всем шести дисциплинам. Это фармакология, патфизиология, патанатомия, пропедевтика внутренней медицины, педиатрии и общая хирургия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова